На нашем месте. Ну конечно, Дэн, я знаю про этих монстров радужных. Они же очень популярные. Реально? Ты не шутишь, Миш? Конечно, не шучу, Дэн. Их там бывает, короче, пять цветов. А значит, синий, фиолетовый, зелёный, оранжевый, красный. Ого, прям как радуга. Ага, прямо такая. В итоге друг рассказал мне всё, что знает о радужных друзьях. Правда, почему-то он их иногда называл радужными монстрами. Мы попрощались с Мишкой, и я довольный пошёл домой. Эй, пацаны, ну мы же пошутили. Камерку-то сюда давай. Ня! Не понял, это где я? Я что в подъезде делаю? Да ещё и на полу. Ничего, не помню. Я осмотрелся. Я и правда лежал на холодном полу, прямо возле входной двери. Рядом лежала камера. Странно. Вроде ничего не болит, значит не бил никто. Вещи тоже все на месте, значит не ограбили. Выходит, я что, сам что ли поспать перелёг, не дойдя метр до дома? Бред какой-то. О, ну наконец-то ты вернулся, а то мы тебя заждались уже. Ну что, какие новости? Короче, всё предельно просто. Про радужных друзей взрослые особо не знают. Знают в основном дети, 10-15 лет. Но они их почему-то называют радужными монстрами. Это понятно, потому что они и есть монстры. В смысле, реально? Да, вот, смотри, читай, их всего 5 видов. Так, значит, первый. Блю. Синий радужный друг. Это самый первый монстр, которого можно встретить в игре. Он достаточно медленный, поэтому от него легко убежать и спрятаться. Главное, чтобы он не видел, где именно вы это делаете. Лёгкий, короче. Я быстро бегаю и люблю прятаться. Да ты и ростом метр сорок, он тебя точно не заметит. Да тихо вам. Давайте дальше послушаем. Шо я уже такой, бугор? Тебя-то подел, что ли, а? Давай, рассказать, хоть геройствовать. В итоге, мне пришлось рассказать ребятам о встрече с гопниками в подъезде. Заодно я рассказал и о своих видениях, как мы в лесу увидели радужных монстров. Надо было в полицию позвонить, пусть они разберутся с этими придурками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ОМПФ, overreacting? J.K., I have an ice cream cake. If you get no cake, you leave BF Dream Island. Pen, you have a win token. Would you like to use it now? Uh, no. I mean, there's nothing mean I'd... Yeah, yeah, we know. Bubble is at zero votes. Again. Ew, gross. A needle. Oh, M.G., you don't like them? I love needies. Don't slap me. I said, needle. Now I'll say who else has zero votes. Pen, pencil, and firing. Hey, no fair! Hey, where's my cake? Oh, oh, yeah. I forgot. Hey! I'm gonna crush you, announcer-speaker thing. Needle, what are you doing here? You're on the other team. Oh, seriously? You four all got at least one vote. Matching or razor, you both got one vote. I mean, you both got one vote each. Thank you. You're on the other team. Раз. Серёга спросил, можем ли мы вернуться во вчерашний день. Он очень хотел попробовать, каково это. Но я объяснил ему, что часы работают только для тех, на кого они надеты. Ему, конечно же, не дам такое сокровище. Он всё понял. Спросил, не х***ю ли я спать. Пока нет, а что? Он покачал головой. Через пять секунд наступила ночь. Поэтому я захотел спать. Серёга сказал, что чё-то уже вырубается и попросил переночевать у меня. Ну ладно. Как-то подозрительно он себя ведёт. Я поселил ему в комнате и пошёл спать к себе. Довольно быстро вырубился. На утро проснулся. Часов на моей руке не было. Потому что они были на ногах. И я понял, что мой план удался. Вчера я догадался, что Серёга хочет украсть мои часы. Поэтому я остановил время, сходил в магазин и взял там точно такие же часы, но без функции управления временем. Как же легко его было надурить. В комнату ворвался рассерженный Серёга с фейковыми часами на руке. Сказал в меня часы и ушёл. Эх, Серёга. Нельзя же вот так разбрасываться временем. Чем бы пока заняться? Может остановить время и развлекаться столько, сколько я захочу? Так я, собственно, и сделал. Я прошёлся по улице. Всё вокруг было обездвижено. Даже капли дождя зависли в воздухе. А птицы замерли прямо в полёте. Я походил так ещё пару... ...на пол. Я их разбил. А время всё так же на паузе. Я покрутил колёсико. Ничего не поменялось. Похоже, я навсегда застрял в этой паузе. Эй, фак! Играешь? Остаётся одно. Спать. Здоровый и хороший сон ещё никому не мешал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!